Класс И четыре актера, которые играют в хоккей Это Андрей Соколов Это был... Рио мне не понравилось, наверное, не поеду Работаем Софья Вот Самый главный вопрос Ведь, помните, да, Пекин Не самое удачное выступление Вообще нашей сборной фехтовали И потом вдруг преображение происходит Лондон И теперь уже вообще просто блестящий Прио-де-Жанейро За счет чего это произошло? Только лишь за счет Олеша Рабурхановича Или комплекс причин? Конечно, это Работа сообща И Тренеров И Министерства, и Федерации И, конечно Больший вклад внес Усманов Олеша Баханович Как попечитель Федерации фехтования России И Вот Мы получили итог Четыре золота, серебро и две бронзы На Олимпиаде в Рио Это проделана многолетняя большая работа Многолетняя Последние три года Мы получили стабильность В выступлениях Да, всей командой Выигрывали Общие зачеты На чемпионатах мира И безумно рады Фееричному выступлению В Рио Хотя не все виды Себя реализовали И мы уже Провели уже Наши руководители Определенную модернизацию Там и в тренерском составе Да Как шпага Мужчины То Девочки у нас с бронзой В этот раз Хотя они уже Были Двукратными Олимпийскими чемпионками Но Есть еще на чем работать И Конечно Большие вложения Были Сделаны И будут Наверное сделаны На дальнейшие перспективы И будущее Чтобы это все Закрепить Чтобы Такой результат И вся проделанная работа Была стабильна Была стабильность Привлечь И зрителей И привлечь Участников Чтобы Была Популяризация Нашего вида Спорта И конечно Надеюсь Мы достойно Выступим На играх В Токио Как вам работается Со старшим тренером По сабле Французом Бауэром Мы уже давно Знаем друг друга Он у нас Пришел к нам В 2010 году Достаточно Сложный был период В начале Нашего сотрудничества Но Мы Прошли все трудности И справились И В Лондоне У меня лично Было серебро И сейчас Две медали Золото и серебро Также у нас Новоиспеченная Двухкратная Олимпийская чемпионка Яна Игорян Прекрасно фехтовала И Это все Конечно Его работа Его многолетний труд Его отдача Его вложение сил Эмоций Времени Были разные сложности И в понимании Его как тренера Из федерации И с другими тренерами Но все-таки Как бы Не складывалась Ситуация Результат Говорит сам о себе Значит все Было проделано правильно Правильная работа Правильная подготовка И все силы Эти не напрасны У него есть какие-то Особые педагогические Приемы Работа с вами Он очень Разнообразно Работает В плане подготовки Да У него Определенные Во-первых Он любит фехтование Он фанатик фехтования Так же Как его любит Усманов Альшер Баханович Поэтому он И помогает И всячески Содействует Этому виду спорта Не стоит на месте Кристиан Баур Все время В поиске Все время Ищет что-то новое Как в плане подготовки Так и психологического Настроя спортсменов Всегда Заботится О Всех Факторах Которые влияют На подготовку И на результат Это и питание Это и сон Это и Чем ты в жизни Занимаешься С кем ты общаешься Не то что Вмешивается Но старается Контролировать И всегда Объясняет Что для чего нужно И Объясняет Свою философию Объясняет По-французски Или уже нашел Какие-то Русские слова У нас был Замечательный переводчик Но В данный момент Мы уже Года два Или три Наверное После Лондона Да После Лондона Получается Даже четыре года Мы уже Общаемся На английском языке С одной стороны Мы не говорим Лишнего Мы говорим Только по существу И только Необходимые фразы Необходимые Предложения Которые нам нужны С другой стороны Бывает Как Наверное Нам Российским людям Хочется Сказать Больше Да И Раскрыть Любую тему Разговора Мы общаемся Мы понимаем Друга Он Помимо спорта Он много Объясняет И в жизни И Показал Хорошие примеры Как нужно себя вести Что делать Как развиваться Ну Для меня Я считаю То есть Какие-то В общем Приемы Точные Очень Точечные Вам показывают Как надо вести себя Как Чем питаться Нет Он своим примером Показывает И Даже Наш уровень На котором мы сейчас Находимся В фехтовании Он Можно сказать Интернациональный Мы выступаем За Россию Тренеры У нас У нас Француз У других Видов Итальянцы Также Российские Тренеры Тоже Работают С нами И Вот эта общая Работа И на международном Уровне К нам Относится Так Когда Люди Я помню Раньше Мы не общались С иностранцами Так Тесно Или Только В определенные Моменты Мы могли Поздороваться Спросить Как дела Или поздравить Сейчас Мы плотно Общаемся Со всеми Так Как И наш Тренер Уже Знает Выходы И Все Все Вопросы Которые Решаются И В международной Федерации И На соревнованиях И В ФИЕ Всех Знает Со всеми Контактирует Решает Глобальные Вопросы Старается Содействовать Это Очень Интересно Это Такая Интернациональная Школа Просто Хороший Пример А главное Пропал Языковой Барьер Практически У вас С иностранными Абсолютно Мгновенно Причем С разными С разными Странами Абсолютно Потому что И он И мы Взаимодействуем Устраиваем Совместные Сборы В разных Странах И приглашаем К себе И ездим Сами Следовательно Проводим Какие-то Мероприятия Коллективные И Так как Культурные Так как И Скажем так Игровые Активные Чтобы Поддерживать Наш Вид спорта Поддерживать Нашу Нашу Политику Или как это Назвать Фехтовальное Движение Поддерживать Во всем мире Для этого Нужно Общаться Со всем Миром Как Болели В Бразилии Трибуны Или вы Не чувствуете Не слышите Это Когда Была Разработана Программа Аль-Шербурхан Шумсманов Поддержка Олимпийцев Именно Поддержка Российской Сборной И он Организовал Выезд Выезд Болельщиков Российских Было Разное Количество На разные Соревнования На чемпионаты Мира Также На Олимпийские Игры Мы Привезли 130 Болельщиков И Поверьте Это Внушительно И это Помогло Потому что Достаточно Активно Болели Американцы И французы Но Нас Поддерживало Поддерживали Местные Жители И Поэтому Благодаря Болельщикам Мы чувствовали Вся Как Дома Это Очень Помогает Заводили Трибуны Да И так Как Они Ездили С нами На Чемпионаты Мира Предыдущие Года Мы Уже Привыкли Мы Привыкли К Этой Атмосфере К Шуму Как К Положительным Выкрикам Так И К Каким-то Отрицательным Моментам Которые Происходят В зрительных Залах И Абсолютно Были К Этому Готовы Вот Я Помню Что После Победы Вы Все Четверо Подбежали К Трибуне Поклонились Поблагодарили Это Уже Было Заранее Разработано Этот Сценарий Или Это Просто Мы Сделали Это Интуитивно И Это Правильно Люди Приехали Поболеть За Нас И Мы Поблагодарили Поклонились Не Только Зрителям Которые Были В Зале Присутствовали Это Был Поклон Всем Нашим Болельщикам Нашим Родным Близким Всем Кто Связан Со Спортом Сехтование Всей России Так Как Это Золото Это Наши Страны И Мы Все Вместе Это Общая Работа Завоевали И Сказали Спасибо Всем Кто Нас Поддерживал Что Мешает В последнее Время Нашим Мужчинам Побеждать Как Женщина Вениамин Решетников Я помню В десятом году Это Последнее Золото На чемпионате Миров Игров После этого Никак Не Получается Позняков Новых Нет Получается Ну Позняков Станислав Алексеевич У нас Один Такой Так же Как Павел Колобков Так же Как Кровопусков Ракита И Много Еще Именитых И талантливых И уважаемых Людей Фехтования Мастеров Своего Дела И Мастеров Фехтования Поэтому У нас Сейчас Есть Яна Игорян Это Двухкратная Олимпийская Чемпионка Поэтому Говорить Почему Я бы Не сказала Что Мужчины Как-то Нестабильно Выступают Просто Наверное Неудача Была На этой Олимпиаде У Усманов Даже Думали О том Чтобы Натурализовать Кого-то Из Иностранцев Именно Третьим В команду Это Была Такая Ситуация Когда Спортсмены С тренерами Из регионов Новосибирска И Питер В нашей команде По крайней мере Приняли решение Что им лучше Будет тренироваться У себя дома Так как Много времени Они Проводят В Москве На сборах И на соревнованиях Не бывая дома Питер еще поближе Новосибирску Действительно Сложно Было Принято Такое Решение Поэтому Для сборной Кто тренировался Со сборной На Специализированной Базе Было Не хватало Людей Именно Определенного Уровня И Хотели Внести Такую Альтернативу Но Это Показатель Того Что В этом Нет Это не Понадобилось Можно так Сказать И Даже С Немногочисленными Спарринг Партнерами Да Мы Показали Прекрасный Результат В 2015 Году На чемпионате Мира В Москве Прекрасный Результат И После этого Все-таки Решили Снова Вернуться К совместной Работе Централизованно Всеми регионами Кто участвует Кто входит В состав Олимпийской Сборной И Централизованно Стали готовиться Ну и последний вопрос Как вы отметили Победу И Что будет дальше Конец сезона Как Она будет продолжаться Для меня Мы приехали Нас Встретили Родители Близкие Болельщики Мой родной клуб ЦСКА Прекрасно Меня встретил И Потом Мы Пообщались С прессой Конечно Необходимо Было Пообщаться Поделиться Своими эмоциями Сказать Всем спасибо Кто наблюдал За нами На телеэкранах Потом С семьей Поехала Нас пригласили В ресторан Для меня Это была Неожиданность Это был Сюрприз Я получила Незабываемые Впечатления И В дальнейшем Наверное Еще Вот так Прям Чтобы Уходить В отрыв От эйфории Допустим На несколько дней У меня не было Такой возможности У меня маленький Ребенок Который нуждается Который встает Рано утром И Уже Я жила Своей обычной жизнью Но Эту неделю Уделяю Внимание Прессе И хочу Поделиться Рассказать И про Ребяту И про Наш вид спорта Но все-таки Отпуск Какой-то будет И будет ли еще Турнир Да В качестве Подарка И Наверное Просто Не знаю Как это назвать Альшар Баханович Пригласил На отдых Всех Спортсменов Всю Лепестскую команду Да Нам Сделал праздник Такой А куда На Сардинию Так что Небольшой Такой Отдых У нас Да Впереди 10-12 дней У вас будет Полная ревансация Да А потом Я думаю Самостоятельно У каждого Какие предпочтения Ну Месяца Два У нас Наверное Есть в запасе Ну и когда Начнете готовиться К Токио Вот Через два месяца Решу Спасибо Спасибо большое Ну вы там Это монтировали